по сопровождению, психологической помощи, поддержке всех категорий педагогов города Минска, а также регионов. Видим, что они к нам тоже сегодня подключились. Наши серии мероприятий будут проводить разные структуры Минского городского института развития и образования. И сегодня мероприятие организовано кафедрой психологии и предметных методик. И хочу отметить, что сотрудники этой кафедры оказывают также консультации для педагогов, а также, возможно, заявка учреждения образования на проведение отдельных лекций, семинаров, проведение круглых столов с сотрудниками данной кафедры. Поэтому обратите, пожалуйста, внимание, та тематика, которая вас интересует, может быть более подробно рассмотрена с коллективом любого учреждения образования. Итак, коллеги, еще раз приветствую вас и передаю слово. Сегодня на мероприятии у нас в аудитории института присутствуют сотрудники кафедры, а также Юркевич Марина Брониславовна, заместитель декана факультета повышения квалификации педагогических работников, Лидия Васильевна Орлова, кандидат психологических наук, доцент, профессор кафедры психологии и предметных методик. С нами присутствует Шаркевич Светлана Леонидовна, доцент кафедры, и Бельницкая Елена Александровна, старший преподаватель кафедры. Также с нами на связи заведующий кафедры Воронецкая Людмила Николаевна. Поэтому позвольте предоставить слово для выступления Лидии Васильевне Орловой. Уважаемые коллеги, добрый день. Проблема психологической устойчивости педагога достаточно актуальная. Вы со мной, я думаю, согласитесь. Актуальная в том плане, что образование – это поле контактная сфера. Не случайно Суховленский назвал нашу работу как работа сердца и нервов. И на сегодняшнем семинаре мы с вами рассмотрим понятие психологической устойчивости. Важное значение имеет осознать причины, что ведет к потере устойчивости в ситуациях образовательной практики. Мы с вами проведем небольшую диагностику, чтобы посмотреть, насколько мы с вами устойчивы на сегодняшний момент. И еще очень важное значение имеет текст. Мы познакомим вас с техниками сохранения психологической устойчивости. Техники когнитивно ориентированная. То есть это все, я думаю, вы со мной согласитесь, зависит от нашего с вами мышления. Мысли определяют наши эмоции, а эмоции определяют наши действия. Поэтому, как говорят психологи, нужно работать с нашей головой. Народ говорит, все проблемы от головы. Вот такая сегодня встреча у нас с вами. Мы надеемся, что она поможет вам в взаимодействии в педагогических коллективах. Елена Александровна, пожалуйста. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Мы все с вами живем в группу информационного общества, которое высловлено тем, что произошла 4-я тормошная революция, переход к 6-му технологическому плану. Происходит независимо от нашего сознания, независимо от нашего желания. Происходят объективные процессы иммунитизации всех своих общественных мышц. В том числе переход от информации аналогов, уже к цифре. Происходит цифровая трансформация образования, динамичные изменения в жизни и профессиональной деятельности, которые касаются, в частности, и системы образования. Это очень влияет на структуру профессиональной деятельности населения. А мы все занимаемся как разрубкой учащихся в жизни и будущих профессий. Поэтому очень важно в это время действительно формирование компетенции на основе компетенциального подхода к образованию, преподавания учебных методов. И в том числе все это обосновлено тем, что недостаточно уже просто системы знаний, умений, навыков, способов деятельности. Необходимо эффективно все это использовать в жизни и профессиональной деятельности. Насколько эффективно получается это использовать? Насколько мы можем быть готовы к ситуациям высокой степени неопределенности, которые постоянно происходят в современном мире? Все это определяется уровнем компетентности и конкретными отдельными компетенциями такого. И парадокс компетентности заключается в том, что мы готовимся к этой ситуации, но не догадаясь, как это все будет происходить в конкретной жизненной и профессиональной ситуации невозможно. Поэтому человек в основном своего дела, он в первую очередь готов к работе в любой ситуации, сложной, непривычной, первой, которая произошла с ним. И при этом он должен выявлять все свои максимальные силы, умения, таланты, возможности, способности. Поэтому сегодня мы с вами говорим именно о компетентности педагога, о том, насколько эффективно он может действовать в этой ситуации, в этом обществе и в будущем. И насколько он может готовиться и предоставить наше поколение степенно к жизни в этих новых, абсолютно новых для нас историях. В том числе образовательные стандарты общего среднего образования, таких книг и крупных блоков, о том, что главными образовательными результатами для учащихся, обучающихся, должны быть нацелены на формирование учащихся компетенций и универсальных учебных действий, усиление практической ориентированности учебной деятельности для подготовки к жизни и получению профессий. И что особенно важно, это приобретение и использование социального опыта личности, в том числе в процессе самостоятельных деятельностей. Все это, конечно же, выслабливает повышение требований к личности педагога, уровня его педагогической, предметной, методической подготовки и усиление психологических аспектов деятельности в профессиональных ситуациях с высокой степенью необходимости в том, о чем мы говорили. Вспомните, пожалуйста, свою жизнь, свою деятельность, любые аспекты лет 20-25 назад. Кто тогда мог бы догадать, что сегодня мы будем общаться с вами в думе, что сегодня уже появится моноколесо у каждого первоклассника, даже в начальной школе и даже в детском саду, что появятся гаджеты различные, да, что мы будем использовать современные какие-то технологии, что будут уже поезда у нас летающие на магнитной подушке, что у нас появятся беспилотные автомобили. Конечно же, все это очень сильно влияет на научно-технические процессы, и на социальную сферу. Это очень влияет на уровень будущих профессионалов, которых мы готовы, еще начиная с детства, от сада и начальной школы, заканчивая в профильном обучении, когда уже учащиеся наши тут готовы стать профессионалами в системе предообразования дальнейшей. Поэтому для педагога здесь очень много задач, у педагога очень много направлений работы. Конечно же, совместно со всеми участниками образовательного процесса обязательно активно деятельность учащихся, обязательно взаимодействие с родителями, взаимодействие с коллегами. Очень большая роль сейчас отводится и к социальному партнерству, и в том числе взаимодействие педагогических коллективов, в других коллективах, а также сетевое взаимодействие педагогов. Очень много и большое значение сейчас возрастает роль профессиональных сетевых сообществ. Поэтому, конечно же, много сомнений мы идем, но при этом очень много возникает психологических проблем. И, конечно же, очень высокая накрутка на педагогах. Поэтому сейчас я передаю слово решению Лидии Васильевны, и мы рассмотрим с вами все эти аспекты. Уважаемые коллеги, профессиональная компетентность, достаточно много определений в данном понятии. Вот я взяла определение Сласёнина. Профессиональная компетентность – это интегральная характеристика деловых и личностных качеств специалиста, отражающая уровень знаний, умений и опыта, а также, что очень важно, нравственную позицию. И вот говоря о профессиональной компетентности, как вы видите, подчеркнуто личностное и качество специалиста. Психолог Митина изучала личность педагога и выделила более 50 качеств, которые необходимо иметь для того, чтобы успешно работать в профессии. Но мы все 50 не можем перечислять, а мы остановимся на самом значимом качестве, и это качество – психологическая устойчивость. Значимость этого качества определяется не только для педагога и для его результата, но я думаю, что вы согласитесь, что это качество будет оказывать влияние и на детей, на учащихся, на дошкольников, в каком настроении приходит педагог на работу. И это будет сказываться и на личности обучающихся и воспитанников, а также и на их успехах. И вот психологический словарь нам дает такое определение, что такое психологическая устойчивость. Это готовность к выполнению профессиональных обязанностей в любых условиях деятельности. Я думаю, что мы с вами устойчивы, потому что трудимся в любых условиях деятельности. И вот такие самые явные характеристики этого качества – стойкость, стабильность, сопротивляемость. Ну, вы заметили, по-видимому, что эти проявления, эти характеристики соотносятся с волевой сферой. И от кого это зависит и от чего? Конечно же, прежде всего, от нас с вами. Насколько мы стойко выдерживаем натиск эмоциональный, натиск коммуникативный, насколько мы стабильны, насколько мы можем сопротивляться агрессии, конструктивно сопротивляться и всевозможным остальным проявлениям. И вот мы провели исследование в условиях нашего института. Исследование было проведено вот такое. Ответьте, пожалуйста, на вопрос, что вам мешает сохранять психологическую устойчивость. Проранжировали данное исследование. И вот данное мы вам представляем. На первом месте, что мешает эмоциональные перегрузки. Далее, несоответствие результата с затраченным силам. Далее, жесткие временные рамки деятельности. Высокая ответственность за результаты. Неумение регулировать эмоциональное состояние. И организационные моменты. Это результаты опроса наших слушателей. Но ученые также изучают причины, почему человек теряет устойчивость в различных стрессовых ситуациях. Причин очень много. Почему мы начинаем с причин? Я думаю, если здесь есть психологи, они могут подтвердить такой факт, что необходимо осознание, почему это происходит. То есть осознание причин, почему это происходит. Это первый этап дальнейшей работы. Со стрессами, с неустойчивостью педагогов. И вот ученые изучали причины, ученые очаговывали, и выделили три блока причин. Вот эти блоки причин, они могут стать для вас ориентированными к дальнейшей работе. По профилактике стресса, по профилактике устойчивости. Что это за причины? Мы будем рассматривать не только, что мешает, но главное, что с этим делаем. И конкретно познакомимся с теми действиями, которые необходимо осуществлять в рамках вашей работы. Проблема комплексная. Поэтому не только психологи этим занимаются. Каждый педагог, каждый администратор, социально-психологическая служба. Все должны комплексом именно в этой проблеме работать. Итак, первый блок причин. Внешние риски, так мы их назовем. Первый блок причин – коммуникативная причина. Коммуникативный блок причин. Почему? Я думаю, что вы согласитесь, что общение у нас эмоциональное, общение у нас сложное, когнитивно сложная коммуникация. Мы с вами не говорим не о том, что, как сварить сборщик, а мы говорим, мы решаем проблемы развития, проблемы воспитания, обучения. Это когнитивно сложная коммуникация. Кроме того, высокая динамичность контактов всех уровней. Ну и если микроклимат неблагоприятный, то, конечно же, результата мы не добьемся. Вот эти эмоциональные сложные динамичные контакты, конечно, они нам мешают сохранять психологическую устойчивость. Но не всем. И вот что с этим делать? Психологи рекомендуют прежде всего, работа по развитию коммуникативной компетентности должна осуществляться. Работа по формированию благоприятного социально-психологического микроклимата. Находить общие интересы, которые объединяет нас в организации общего тела, реализации совместных задач. Создавать ситуацию коллективного сопереживания, значимых событий. Юбилей, праздники. На личностном уровне проходит общение, не только на деловой уровне. Конечно же, поощрять инициативу и креативность подготовки. Вот этот блок, коммуникативный блок, требует именно нашего особого внимания. Следующий блок причин. Организационный блок. Организационный блок причин. Когда мы говорим об организации нашей деятельности, на повышение квалификации, сразу оживление, начиная, так сказать, уновных, очень бурное обсуждение проблем. Но мы потом перейдем и к внутренним проблемам. Что каждая, что зависит от нас с вами, в большинстве своих результатов. Итак, организационный блок причин. Что это за причины? Дестабилизирующая организация. Как это принимать? Возможно, неопределенность своей аренды. Иди туда, не зная куда. Найди то, не зная что. Хаотичность требований. Возможно. Размытость функциональных обязанностей. Возможно. Но вот еще такой психологический термин. Паворитизм женских коллективов. То есть, возможно, есть павориты, которым предоставляется больше условий для реализации своего потенциала. Что не должно быть для мыши. Стиль руководства. Когда задаем вопрос относительно стиля руководства, то задаю вопрос. Как вы думаете, самый неэффективный стиль? Ну и люди говорят, авторитарный. Авторитарный, да. Но психологи с этим не согласны. Дело в том, что либеральный стиль – это стиль попустительства. А стиль попустительства, какая характеристика у этого стиля? Нет системы четких требований у человека. А если нет системы четких требований, следовательно, у него и оценка будет неадекватная. И в зависимости от настроения будет у этого человека. Сегодня пришел с одним настроением, молю всех детей. Назавтра пришел с другим настроением. Совершенно другая ситуация. Но и тут и другой неэффективный стиль. Эффективный, конечно, стиль демократический стиль. Далее отсутствие объективных критерий для оценки результатов труда, если нет, и отсутствие морального и материального поощрения. Такие рекомендации мы предлагаем психологам. Развитие организационной культуры. Конечно же, определение четких должностных обязанностей. Оптимальный контроль, поддерживающий автономию работника. Справедливая система поощрений и взысканий, обеспечения возможностей карьерного роста персонала. Вот если все это есть в организации, в учреждениях, тогда мы с вами достигнем самых высоких результатов. Но это внешние причины. Это внешние причины. Это второе направление. Это также очень важное направление. Это касается организационных вопросов. И важное значение, даже в большей степени, имеет внутренние риски. Сами, что внутри у каждого человека. Как они реагируют. Как они справляются с ситуацией. На что они обращают внимание. Мы с коллегой написали книгу. Вот так называется. Призвание. Как прожить в профессии без острых углов. Вот такая книжечка. Призвание. Как прожить в профессии без острых углов. Ну и, как правило, на повышение квалификации сразу задают вопрос. А можно ли вообще прожить без острых углов? Ну, коллеги, мое личное убеждение заключается в том, что если человек осознает, что он стоит на своей профессиональной дороге, то никакие углы ему не помехят. Он найдет конструктивные способы решения проблемы. Поэтому это еще раз подчеркивает значение пропоритации. Вот этих моментов очень важно. Далее. Итак, внутренние причины. Что мы относим к этому? Я думаю, вы согласитесь. Когнитивный диссонанс. Пришли молодые педагоги в школу, в учреждения дошкольного образования с определенным образом профессии. А на практике совершенно другое. И те ожидания, с которыми они приходят на практику, не соответствуют требованиям того учреждения, в котором они работают. Вот такой когнитивный диссонанс. С ним не обходят, как с ним работать. Вот здесь, конечно же, я думаю, что вы согласитесь, система наставничества очень актуальна в этой связи. Молодые педагоги, они требуют оказания, конечно же, помощи со стороны педагогов свыше, культивой опыта, педагогов. Поэтому системное наставничество нужно разбивать и совершить это обязательно. И вот я приведу вам такой пример. Психолог Кузьмина, она изучала процесс адаптации к различным профессиям. И какой вывод был сделан по результатам исследования адаптации к профессии? Самый длительный, временной промежуток адаптации это в профессии педагога. И что это за временной промежуток? Пять лет, пять лет происходит вот эта адаптация. Поэтому, конечно, здесь необходимо помогать молодым педагогам, чтобы не было текучести кадра. Далее, какая еще причина? Неудовлетворенность с достигнутыми результатами. Ну, как правило, вот при сдаче на высшую категорию разговариваем с педагогами чувство страха у них. Задаешь вопрос, вы же опытный педагог. Вы описали свой опыт. Лучше вас никто не знает в этой сфере. Так что они отвечают? Нам страшно не соответствовать своим же ожиданиям. Вот это закономерность, видите? Когда или снижаем планку притязаний, соотносим с ресурсами, возможностями. Ну, и, конечно же, убеждаем себя в том, что лучше меня в этой области никто не знает. Такая система аффирмаций вы, наверное, знаете. Далее, невозможность самореализоваться. Это тоже мешает сохранять психологическую устойчивость. Как следствие, будет разочарование в избранной профессии, ощущение бессмысленности деятельности и жизни в целом. Вот это уже момент страшный. Это момент смысла. И вот эти причины, они так и называются. Экзистенциальный блок причин. К тому понятию экзистенция, оно и объясняется как смысл. Смысл ощущения смысла. Вот поэтому ищите смысл в работе. Ищите смысл не только в работе, в своей жизни. Это может быть хобби, это может быть семья. То есть вот это вот переключение, оно очень полезно для сохранения психологического устойчивости. Не только работа, работа, ничего, кроме работы. Но у нас с вами есть много интересных моментов в жизни. Ну и вот еще, что советуют психологи, вот такие моменты. Третье направление работы по сохранению психологического устойчивости в коллективах. Это экзистенциальный блок. Экзистенциальная определенность, нахождение смысла. Далее, четко определите для себя систему приоритетов в работе и в жизни. Далее, соотнесите притязание с ресурсными возможностями. Это тоже очень важно. Еще вот очень важный момент. Обладение технологиями управления своим временем. Потому что зачастую, да, что психологи говорят, ой, педагоги говорят. Не успеваем, времени не хватает, динамичность контакта, много обязанностей. И времени не хватает нам. Вот тайм-менеджмент вам поможет разумно подойти к этой проблеме. Рациональное суждение в интерпретации событий. Не на эмоциональном уровне, а рационально, на факты опирающих и анализе ситуации. Культивируйте формы, не замыкаетесь на работе. Используйте техники саморегуляции. И я сейчас передам слово доценту кафедры Елене Александровне относительно тайм-менеджмента. Она нам с вами расскажет более подробно. Пожалуйста. Спасибо, Анастасия. Ко всем присутствующим. Хотела бы задать вопрос. Подумайте, пожалуйста, много ли у нас времени. Посмотрите, пожалуйста, на диаграмму и посмотрите. Две жизни действительно мы тратим на сумму. Среднестатистический человек тратит на телевидение, видеоигры и социальные сети 9 лет. И для сравнения посмотрите, если в целом весь жизненный наш цикл все время сложить и посмотреть, что только на какой-то из них дел мы тратим время, то 5,5-7 года на учебу, хотя сейчас уже и больше, потому что мы постоянно учимся всю жизнь, но на уход за собой 2,5 года. 2,5 года мы тратим на покупки, а на уход за детьми примерно полтора года. 4 года на еду, 6 лет на работу по дому. Ну, сопоставив эти цифры, мы понимаем, что, наверное, все-таки, конечно же, мы считаем, что очень много времени тратим на работу, потому что еще и когда домой мы тоже работаем, мы уже доходим, так, завтра, что-нибудь, какие-то планы дальнейшие. Но очень часто бывает, что просто, придя после сложного дня, есть какой-то момент, когда время, как говорится, просто время останавливается, либо оно, наоборот, смешно будет пробежит, но у нас нет сил что-то делать, то есть немножечко стекла, что мы недоградимы. К сожалению, да, погладите ли время немного, те же видеоиды, социальные сети. Для того, чтобы посмотреть, просто проверить почту можно там случайно на час, а то и на два, в зависимости интернете. К сожалению, да, мы правда много времени на еду, но мы не можем это время сокращать. Надо посмотреть, где это время можно сократить, на что-то какое. Но посмотрите еще внимательно на эту заграмму, в любом случае 9 лет осталось, а на что потратите их деньги? Подумайте, проанализируйте свой вчерашний хотя бы день. Сколько времени вчера вы потратили на сон, на любви, на уход за собой, на уход, на дом? И сколько времени он потратил конкретно на работу, на решение рабочих по кругу? В любом случае, если человек не управляет своим временем, то этим временем за него управляют другие. Он поддержан мониторативным воздействиям, а также ментальным нарушкам. Поэтому очень важно планировать свое время, очень важно планировать собственный отдых, очень важно анализировать, то есть времени все-таки нужно управлять, и тогда немножечко станет легче и жить, и работать. И тайм-менеджмент – это не о том, чтобы работать больше 24 часов в сутки, а о том, как эффективно планировать свое время, в том числе рабочее время, для достижения работы, нахождения временных ресурсов для выполнения очень важных каких-то дел, расстановки реалитетов, контрольного выполнения за поверхность. И все это для того, чтобы больше успевать в единицу времени и эффективно расходовать в собственные ресурсы. Тайм-менеджмент предполагает основные этапы – это постановка целей, это постановка приоритета и собственного планирования, и консорсия, выполнение за планированием. Так вот, очень важным моментом является, казалось бы, всем нам известно, о конкретных целях переполаганий. Мы многие знаем и в своей работе постоянно используем постановку ближних, дальних целей, есть у нас планирования, которые подписаны в поводительское учреждение в процепах, различные планы работы, различные планы уроков, мероприятий и так далее. Но когда мы говорим о конкретных целях, чего мы хотим достичь сегодня, завтра, на конкретном уроке, то можно говорить в целом, ну, как мы даже ставим образовательные цели, да, воспитательные цели, цели обучения и так далее, то в тайм-менеджменте уже мы говорим о цели, и это более правильно, мы говорим о смарт-цели. То есть цель должна быть, во-первых, она должна быть конкретной, она должна быть измеримой, она должна быть значимой, достижимой и ограниченной во время. То есть мы должны конкретно понимать, к какому времени, к какому сроку у нас должны быть сделаны и получим какой-то результат, и этот результат должен иметься значимость, и должен быть измеримой и, в общем-то, достижимой. Цель должна быть достижимой. Второй момент – это расстановка приоритетов. Очень часто при неправильной расстановке приоритетов мы теряем драгоценное время. Мы можем также и потерять драгоценное время других людей, когда неправильно планируют свою работу измеримой расстановки приоритетов. Мы можем все дела разделить на четыре группы. Это важные и срочные, важные, но не срочные, неважные и срочные, и неважные и не срочные дела. И в зависимости от того, какие это дела, мы можем, соответственно, работать. То есть с важными и срочными делами нужно решать сразу же. Важные дела, но те, которые не требуют решения, все минутного решения, можно их делать при первой же возможности. Срочные, но не важные дела. Лучше всего дивидировать, если есть возможность. Либо попросить того человека, который может в этот момент помочь, когда у вас есть, например, очень срочные и важные дела. А не срочные и неважные дела. При большой загруженности можно просто отложить невыполненно и поперенести на другую деятельность. И контроль выполнения запланированного очень важен. Начнем с того, посмотрите, пожалуйста, на этот проект слева, что нужно планировать свои действия и цели. Начнем с первого того, цели нужно фиксировать в письме. Говорят, если ваша цель не записана, не обозначена, то ее не существует. Дорогите большие задачи. Если у вас огромная, большая задача, объемная во времени, то обязательно нужно ее развить на несколько задач. Никогда не браться за масштабный проект, не продумывая заранее последовательных действий. Причем на планирование времени можно отвести до 10% всего времени, которое потребуется для выполнения задач. Это первый и самый важный закон тайной результаты. Обязательно должен быть сформулирован, записан желаемый результат. При этом контролировать нужно время не только и тупого, но и ставить декланы по обращению каждой задачи. И обязательно оставлять резервный резерв времени на инвестиционное обстоятельство, так как мы все знаем, что кладка была на бумаге, но всегда на что-то, и, как говорится, бывают различные ситуации, когда нужно что-то скоординировать, может быть даже и свои планы пересмотреть, потому что времени может на что-то не хватить, могут произойти другие нужные мероприятия, на которых вас будут отвлекать, какие-то совещания, какие-то важные семинары и так далее. То есть вам нужно всегда уметь и, собственно говоря, ваш план скорректировать так и оставить дезерв, чтобы, может, в это время немножечко перераспределиться. Еще раз проговорю, что обязательно запланировать нужно, почему-то тоже должен быть запланирован как в течение каждого часа. И если мы говорим об учреждении образования, в частности, об учреждении, в Занёчье-Средневом, где у нас каждые 45 минуты звонок вы берете, в том числе учитель, хотя бы он может встать, пройти эту уже или как-то сми еще встановку, где-то так же. То есть, если педагог надо будет как-то мероприятие в сети дома, за компьютером, либо выбирая фото со статической нагрузкой, конечно же, каждый час нужно обязательно делать перевод. Обязательно нужно спать, обязательно нужно пройтись. Мы заговорим про то, что гимнастика для глаз, это и для взрослых людей обязательно очень важно. То есть мы можем перевести взгляд в нижние точки, в нодальную, обязательно помнить свой здоровый, обязательно помнить очередование работы и отдыха, очередование интеллектуальной и физической нагрузки. Это очень важно, особенно в тех случаях, когда, ну, к сожалению, есть такие поплатители, которые связаны с нитарными нашими молодушками, с нашими психологическими системами, с биоритмами, различные ситуации. И очень часто для педагога, и это касается сегодняшней нашей темы, бывают ситуации отрицательного ремонта, отрицательного стресса. Когда человек имеет планы, имеет срочные дела, важные дела, он просто что-то делает, почему-то сексуально, думчиво, ответственно, но при этом он не в состоянии это делать, либо же может это делать, но не с той эффективностью, с которой собирался. В таком случае мы просто можем потерять даракционный день, но всегда мы помним о том, что если мы не можем делать какие-то дела, например, используя наши интеллектуальные способности, то можно это время потратить на физическую активность. В конце концов, как вареньте цветы в пабинете, займитесь, переберите черновики, переберите, посмотрите, как стоят там стадии, папки и так далее. Мало того, что не потеряется умение, но все равно на данный момент способствует заниматься, кроме того, вы еще снимете этот стресс за счет физической нагрузки. Всем известно, что любая физическая деятельность способствует снятию стрессовой ситуации на физиологическом уровне. Ну, а кроме того, нужно ограничить перфекционизм, это желание, стремление сделать идеально, так как вы считаете, что так будет лучше. Очень часто и есть такой запомнительный, что 20% усилий дает 80% результата. Все остальные 80% усилий, как правило, это приведение результата к тому, как нам кажется самому нарушену состоянию. Не всегда это нужно, иногда нужно сделать так, как действительно от нас хотят, быстро, четко, может быть, не все эти усилия прилагают, но, конечно же, качественно. И расставлять приоритеты, двигаться последовательно, выполнять все этапы и начинать с самого важного, но, кроме этого, помнить о том, что у нас есть очень много метальных повышек, в том числе затягивания, когда человек, скажем так, ждет разрешающего какого-то станка и не может ничего делать, пока не производит этот формат. Либо же такие напушки, как когда у нас даже это может быть, ловушки, связанные с отвлекающими моментами, когда очень часто возникают родителей. По любым вопросам, которые действительно важны, но это такие срочные дела, которые можно также распределить и отвести для этого определенные требования времени и отвечать на вопросы тех же самих родителей, например, соцсетях, где-то в ГУПе, где вы работаете с родителями, свои учащиеся, и, соответственно, в какой-то данный момент берет время работать с этими сообщениями, чтобы у вас не было постоянного включения, потому что важные дела не возможно выполнять, что я вас постоянно облипаю. И хотелось бы еще сказать, что если мы не будем вести учет времени и записывать, что мы сделали, не продумывать и не контролировать выполнение этих дел, то, соответственно, нельзя будет сказать, что мы занимались действительно изучением, анализом и собственным пайменеджментом. Именно из-за того, что мы не контролируем, насколько мы выполнили собственные запланированные дела, и возникает ощущение потери времени, размытости, какого-то неуверенного состояния, и это тоже все приводит к специальной ситуации. Поэтому планируйте свои действия и обязательно наградите результаты. Спасибо. Елена Александровна, коллеги, вот первый блок нашей встречи мы закончили причины. То есть еще раз хочу повторить, а вы подумаете над вопросами. При профилактике стрессов, профилактика психологической устойчивости, прежде всего обратите внимание на коммуникативный блок построения взаимоотношений, далее организационный блок и экзистенциальный блок причин. Вот эти три блока требуют нашего внимания. Но это все общие рекомендации, но мы все с вами разные, все с вами разные, и поэтому, конечно же, необходимо обратить внимание на индивидуальные подходы группуриста. По-разному люди реагируют на стресс, на тревожные, какие-то проблемные ситуации, и психологи также изучали реакции людей и выделили группуриста, в которые необходимо обратить внимание на себя прежде всего. я несколько слов сейчас вам расскажу о ней. Что это за группа риска? Обратите внимание, вот Всемирная организация здравоохранения дает нам такие проценты. Влияние на состояние здоровья. это 20% наследственность оказывает влияние, 20% среда оказывает влияние, 50% сам человек и 10% систему здравоохранения. Подчеркивается, как вы видите, особая роль самого человека сохранения своего здоровья. Ну, вот группуриста требует внимания к себе. Что это за группа риска? свойства темперамента. Темперамента, как вы знаете, доминантная передается по наследству, и вот такие моменты, как доминантный темперамент, такие моменты, нейротизм, глубокая интроверсия, высокая реактивность, возбудимость, синтетивность, чувствительность, это свойства определенного темперамента, я сейчас вам покажу. Далее, сюда же относятся люди с неадекватной самооценкой, это не обязательно заниженная самооценка, но и завышенная, провоцированный конфликт и неустойчивость, перфекционизм, о котором также уже говорили, и что вот интересное такое значение, и психологи-то, наверное, знают этот термин, экстернальный локус контроля поведения, люди с экстернальным локусом контроля поведения также более неустойчивые. Несколько слов вот в этих показателях, но прежде всего темперамент. Психотерапевт Юнг так зарисовал темпераменты. Внешняя оболочка это поведение человека, внутренняя оболочка это его психика. Как вы видите, вот от меня с правой стороны такая деформация, неустойчивость психики. Это что за темперамент? Право-верхний угол это вы сами себе отвечаете. Калерический темперамент как внутри, так и снаружи такая неустойчивость. Внизу неустойчивая психика, прикаживающаяся спокойствие внутри у ребенка беспокойство. это меланхолический темперамент. Особое внимание этим детям. Очень чувствительные, ранимые дети. Далее вот с левой стороны стабильная психика. Уже от рождения темперамент. Верхний левый оболок это санклинический темперамент, активный, с организаторными коммунитивными способностями человек, со стабильной психикой. Здесь контроль интересов должен быть, потому что это дети, как правило, очень увлекающиеся, но не глубокие. Сегодня я интересуюсь одним, завтра другим, послезавтра третьим. Здесь необходим контроль интересов. санклинический темперамент. И нижний левый угол это фрагматический темперамент, это затарможенность мы можем наблюдать у этих детей. Я бы советовала отдавать в различные секции физкультурные этих детей. И очень полезен этим детям режим дня. Вовремя были спать, вовремя покушали, вовремя поиграли и так далее. То есть вот такой алгоритмизация действий должна быть. Четкая организация дня, особенно вот этим детям. Иначе они могут очень долго раскачиваться и не успевать. Вот это относительно темпераментов. Следующий момент это вот хочу обратить ваше внимание на особенности поведения и привести вам пример открытого занятия. Давайте с вами представим, что вы ведете открытые занятия, будь то дошкольное учреждение или школа и пришли к вам на открытые занятия занятия. кто директор администрации пришла на открытые занятия. Проверивое открытые занятия. Происходит обсуждение этого занятия и вы слышите возможно нежелательное со стороны администрации, что там необходимо исправить. на это обратить внимание, на то обратить внимание. Как, что вы будете чувствовать в этой связи? Неудовлетворенность, конечно же. Конечно же, неудовлетворенность. Я готовился, готовился, а тут вот такие замечания. и поведение будет у вас разное. Вот есть люди, имеющие, вот те люди, которые имеют экстернальный локус контроля поведения, как они будут поступать в данной ситуации? Они будут защищать свою психику. Каким образом? Перекладывая на все виноваты все остальные в том, что занятия не получилось. Например, настроение было не то в администрации. Возможно, они скажут, что день был не тот в понедельник. Возможно, учителя в школе скажут, ну, польская физкультура возможно было, был урок. То есть переложили ответственность на окружение, успокоились и пошли домой. Следующее занятие открытое, они проведут таким же образом и получат столько же замечаний. То есть они не провели рефлексию, они переложили ответственность на окружение, успокоились, но вывода не сделали. Вот это люди с экстернальным типом контроля поведения перекладывают ответственность на окружение. Конечно же, результат будет не тот, который мы хотели бы говорить. Они постоянно у нас будут в состоянии тревоги, они у нас постоянно не будут добиваться высоких результатов. А вот другой тип личности, другой тип поведения, так обозначены психологи, интернальный локус контроля, это люди будут анализировать, рефлексировать и предпринимать следующие действия. возможно, мне необходимо было групповую работу организовать, возможно, мне необходимо было интерактивные методы использовать и так далее. То есть, они проводят рефлексию, следующее открытое занятие у них уже будет на другом высоком уровне, не получат они замечаний предыдущих и результат у них будет высоким. Вот это тоже особенность поведения и вот люди с экстернальным локусом контроля, они чаще всего попадают именно в ситуацию стресса. Поэтому психологи школ, дошкольных учреждений обратите внимание еще на этот факт, на факт рефлексии и на факт восприятия оценочных воспраданий. как мы с ними работаем. Далее группа риска, конечно же, перфекционисты. Да, перфекционисты идеалисты, перфекционисты, они тоже могут попадать в эту группу риска. Ну, здесь это также работа психолога, возможно, консультация проведите. Здесь, конечно, снижение притязаний должно быть и соотношение с ресурсными возможностями. Ну, и если этого не происходит, то, что мы с вами имеем? Мы имеем выгорание. Мы имеем выгорание. Профессиональное выгорание, вы все знаете, наверное, это проблема. Три компонента выделяют профессиональное выгорание. Это эмоциональное истощение, возможно, далее деперсонализация или, можно сказать, циничное отношение, негативизм, агрессия, социальная дезадаптация. Это все вот блок деперсонализации. И третий блок это негативное самовосприятие профессии, редукция достижений, так психология называют. То есть человек не верит в себя, он не верит в то, что у него высоким будут результаты, уже изначально программируя себя на неуспех. Ну и вот мы сейчас с вами, я вам дам сейчас опросник, опросник небольшой. Психология советует, что при изучении своих коллективов, при изучении профессионального выгорания, обратите внимание на два опросника. Первый опросник мы сейчас с вами проведем, это Катарина Маслач, в интерпретации водопьяновая, инструкцию прочитайте, сейчас мы будем проводить этот опросник, и он, необходимо его дополнить опросником бойка, эмоциональное выгорание. Вот эти два опросника, это опросника профессионального Маслача Джексона в адаптации водопьяновой и опросника бойка, эмоциональное выгорание. В комплексе должны использоваться для выявления группы риска. Итак, инструкцию запишите, мы сейчас будем отвечать на вопросы, я вам дам 10 минут на ответы, а затем мы проанализируем результаты и предложим вам методики опросника. Пожалуйста, 0 баллов, это никогда не происходит, очень редко происходит 1 балл, редко происходит 2 балла, иногда бывает 3 балла, часто происходит 4 балла, очень часто происходит 5 баллов, каждый день я это имею, 6 баллов. Итак, давайте включаемся в работу, засекаем время 10 минут, отвечаем на вопросы. 10 минут, 2 балла, а все приятные, разные, да, все разные, разные. Продолжение следует. 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 Продолжение следует... Если что-то непонятно, то можете задать вопросы в чат, мы прочитаем. И когда вы посчитаете, найдете три суммы, если у вас высокий уровень по какому-то показателю эмоциональное истощение, можете. Эмоциональное истощение, высокое, деперционализация по всем нациям, высокое, да, репутация 25. Деперционализация по всем нациям. Деперционализация по всем нациям. Спасибо. Спасибо вам за результаты. На первый взгляд мы сразу видим, что более всего первое компонент... Первый компонент эмоциональное истощение у нас превышает у многих более 27... Более 27 баллов. Высокий уровень. Деперционализация в основном я посмотрела средний уровень. И редукции также средний уровень. Но вы знаете, сколько я не проводила этот опросик, действительно, вот это закономерно. Что конец года, весна, естественно, это накладывает отпечаток. Эмоциональное истощение у каждого практически. Что вам посоветовать? Я сейчас вам порекомендую несколько методик. Они называются когнитивно-ориентированные методики. Когнитивно-ориентированные методики. Вы можете посмотреть в интернете автор Гринбергер. Методики по работе со стрессами. Но я вам сейчас несколько объясню методик. Обратите внимание, это такие методики, как распределение ответственности. Давайте с вами представим какую-то неприятную для вас ситуацию. Допустим, вы находитесь в ситуации напряжения. Моя задача, как психолог, вам помочь успокоиться в данной ситуации. Вот назначение этих методик успокоиться в данной ситуации на какое-то время. Почему я обращаю на это внимание? Я думаю, вы согласитесь с тем, что в состоянии аффекта, человек напряжен, человек в состоянии аффекта, как он будет поступать. Неразумно, неразумно. Поэтому наша задача вначале успокоиться, а потом предпринимать конкретные действия. Чтобы в состоянии аффекта потом мы не жалели за то, что получилось, не колели себя. И вот первая методика, она так и называется распределение ответственности. Как она работает? Вам необходимо взять листочек бумаги и разделить на две части, белое и черное. И записать относительно данной ситуации, за что ответственны были вы, а что не было в рамках вашей ответственности. За что ответственными были другие люди. Для чего я обращаю на это внимание? Никогда не берите всю ответственность за содеянное на себя. Это обязательно участники событий, участники этой ситуации были также ответственны на какие-то моменты. Первая методика. А то комплекс вины мы имеем. Далее, следующая методика. Выработка альтернативных мыслей. Тоже интересная методика. В чем смысл? В чем смысл? Вот ничего не... Вот, допустим, вы в состоянии напряжения. Вы в состоянии потери психологической устойчивости. Но ничего не парализует так человека, как мыслить и действовать одинаковым способом. Вот эта методика, она предполагает посмотреть на ситуацию с другой стороны и увидеть другие оттенки, что важно. Не только я вижу одно и поступает только таким образом. Это тоже, видите, мешает нам сохранять устойчивость. Безальтернативный способ мышления, он мешает. Поэтому разбивайте гибкость мышления. Наверное, вы слышите такое понятие. Гибкое мышление. Антоним понятия гибкости – ригидность. Вот зачастую педагогов, да, горят за то, что вырабатывается вот что. Ригидизация сознания. То есть стереотипность. Ригидность – это синоним понятия ригидности, стереотипность. Почему? Нас и узнают по везде. Стереотипные действия. Поэтому вот эта выработка альтернативных мыслей помогает преодолеть неустойчивость. Далее сравнение преимуществ и недостатков. Это очень полезная методика, когда мы стоим перед выбором. Также уже вот Елена Александровна говорила о том, что необходимо записывать. Мысль, перенесенная на бумагу, она более действенная. Разделите лист бумаги на две части и пропишите все преимущества, что я получу и те недостатки, которые могут быть. И оцените каждое преимущество в баллах и каждый недостаток в баллах. И вы посмотрите, перевес, в какую сторону. Это поможет вам осознанно подойти к выбору. Далее самоотвлечение. Ну, это, проще можно сказать, переключитесь на другой канал. Мы уже говорили о том, что не всегда в голове должна быть работа. Есть психологи, понимают, есть такое вот понятие, как Томс еще изучал это понятие, доминанта. Ну, мобилизация определенных клеток коры головного мозга. Человек думает только об одном, об одном, об одном. Клетки устают, нам необходимо отвлечься. Переключиться на другой канал. Это может быть физкультура, это может быть телевидение, это может быть театр и так далее. Верх преувеличения методика. Ну, это тоже такая интересная методика когнитивная. Ну, например, часто вы слышите, возможно, от родителей. Все такие. Или же никто не такой. Вот есть слова-маркеры, которые мешают нам сохранять стрессоустойчивость. Когда вы слышите все, всегда, никогда, никто. Вот это слова-маркеры, провокаторы, конфликты. Не употребляйте эти термины. Не может быть все, всегда, никогда. Поэтому, конечно же, вот когда человек преувеличивает, а преувеличивает обычно негативные моменты, ну, вот преувеличьте до гипертрофированных моментов, чтобы самому и раскидываться в пункте получился. Далее, десятибальная шкала. Это шкала ориентированных. Вот, допустим, какая-то травмирующая ситуация. Вспомните, неприятная в жизни ситуация. Этой ситуацией мы ставим один, десять баллов неприятная. И приятная ситуация, начиная с самого раннего возраста. Обычно у нас приятные воспоминания, связанные с дошкольным возрастом, с детскими годами. Приятная ситуация. И вот ваша ситуация, по десятибальной шкале, сколько баллов имеет? Я уверена, что вы поймете, что это не самая страшная в жизни ситуация. Планирование времени и поэтапное движение к цели, это тоже очень важные методики. Елена Александровна вам уже рассказала о тайм-менеджнике и о смарт-целях. Вот это тоже имеете в виду. Также очень эффективные методики. Превращение неприятности в преимущества. Ну это можно Карнеге вспомнить. Если судьба преподнесла вам лимон, сделайте из него лимонад. Ну и вот приведу вам пример такой интересной описанной психологии о потере работы. И вот психологи проводили такое исследование, какие результаты они получили. Те люди, которые неоднократно потеряли работу, они не огорчаются по этому опыту, они быстро находят другую работу. Отрицательный опыт, он тоже учит чему-то. А вот те, которые первый раз потеряли работу, тут им сложнее найти новую. Но это пример приведен к тому, что отрицательный опыт, это тоже опыт, и он чему-то учит. Поэтому превращение неприятности в преимущество тоже эффективная методика. Посмотрите на эту ситуацию, вы обязательно увидите положительные моменты. Она вас научила чему-то. Далее, игра собственного адвоката. Эта методика тоже интересная. Будьте себе адвокатом. Не всегда нас хвалят в какой-либо ситуации. Будьте себе адвокатом. Учитесь защищать себя. Но защищать себя конкретными фактами. Эффективная защита – это защита с использованием фактов. И просто я так считаю. А какие факты подтверждают, что я прав в этой ситуации? Аргументация в свою пользу, конкретно опираясь на факты. Задавайте почаще себе вопросы. Что свидетельствует об этом? Далее, какие факты говорят об этом? И, конечно же, релаксация. Релаксация. Я думаю, что вы согласитесь с тем, что в ситуации напряжения мы добьемся высоких результатов. Нам нужно расслабиться. Успокоиться. И тогда приступать к работе. Очень полезен в этой среде бассейн, конечно же. Вода. Рачки. Очень приятно. Помогает. Вот это те методики, они так и называются. Когнитивно ориентированные методики. Они простые, эти методики. И вы можете их использовать в различных ситуациях. Коллеги, у нас с вами осталось время на ваши вопросы. Пожалуйста, в чат задавайте вопросы по нашему семинару. По причинам, по методикам, по группе риска, возможно, по результатам исследований. Пожалуйста, мы ждем ваши вопросы. Политина, пишите, пожалуйста, ваши вопросы в чат, и мы сможем ответить на них. Давайте пока вопросы формулируют, мы проговорим о нашей новости. Объявление. Пока мы ждем вопросы. Коллеги, вы можете посмотреть литературу, сфотографировать, она поможет вам в каких-либо ситуациях, пожалуйста, можете сфотографировать. Как появились вопросы, сейчас мы сейчас смотрим. И, коллеги, и еще обратите внимание, я еще раз хочу подчеркнуть значение каждого человека в том, что он чувствует, как он воспринимает мир, какова у него картина мира, на что он обращает внимание. Вот Леопарда очень хорошо сказал, что каждый несчастен и умен настолько, насколько он сам считает себя несчастным. Так что, если вы действительно хотите быть счастливыми, никто вам в этом не сможет помешать. Вот такое хорошее высказывание, сфотографируйте родителям, не в настроении, если они приходят в тех специальностях, пожалуйста, да. Вот, а как он радует. У нас уже есть вопросы. Первый вопрос, будет ли выложена запись семинара. Да, запись семинара будет, она будет размещена на YouTube-канале в ГЕРО, ГЕРО Центр АйТи, или ИТ, и вы сможете посмотреть, и повторить. Второй вопрос. Смогла пользователь, по какой методике была проведена диагностика? Так, коллеги, я всем рекомендовала, не только я, психологи рекомендуют по изучению профессионального вагорания брать две методики. Первая методика – это Катарина Маслач в интерпретации «Водопьяновые». И вторая методика – «Бойко» в эмоциональном вагорании. Повторите, пожалуйста, автора метода стрессоустойчивости. Гринбергер. Так, ну, мы видим, что вопросов больше нет. В чате мы выходим. Пожалуйста, следующий спальник. Вот еще раз, внимание, посмотрите на литературу, сфотографируйте, она поможет в вашей работе. Очень мне нравится вот эта книга «Психология здоровья» у Чеха Никифорова. Там многое, что написано, посмотрите. По когнитивному диссонансу, вот моя статья «Веслик Геро» журнал, активно используйте. Дальше что еще? Ленгле, очень мне нравится, вот это вопрос о психологии, посмотрите, здесь проблема с мыслом. Да, и бойка, бойка и эмоциональное вагорание также. Уважаемые коллеги, хочется также отметить, что семинар, данный вебинар проводился в празднике технологии предметных методик Геро. Вы видите слева, здесь QR-код, по которому вы можете пройти на сайт Героя, конкретно на страничку кафедры под руководством районницы Людмилы Николаевны. И наши контакты МИС, приобретение в 15А, кабинет 401, телефон 397, 58... Уважаемые коллеги, я так понимаю, что не было слышно, поэтому повторю, что слева вы видите QR-код, по которому вы можете пройти на сайт кафедры, психологии, методики Героя, под руководством районницы Людмилы Николаевны. Наши контакты здесь указаны адрес, телефон, емайл. Кафедра проходит в том числе в стажировке, и может любой желающий обратиться по телефону, по электронному адресу для повышения кафедры по нестажировке. В данное время мы можем проводить даже стажировку, напомнившими онлайн, но в последующем это также будет и очно. Пожалуйста, обращайтесь. И также хотим сообщить анонс о наших предстоящих мероприятиях. У нас семинар прошел на прошлой неделе по прошлому обучению. Конференция состоялась сейчас у нас такой психологического больше плана, но и также по методике, по психологии, методике профильного обучения, по развитию педагогических классов. Очень много мероприятий, поэтому хотим анонсировать одно из мероприятий. Это обучающий семинар 3-4 июня, он состоится на платформе «Дум». Это будет семинар профессионально-ориентированное обучение учащихся педагогических классов. С участием представителей из Москвы, из Российской Федерации, это ведущий научный сотрудник Федерального института образования Российской Федерации народного хозяйства и государственной службы и президенте Российской Федерации, кандидат педагогических наук, родичек Николай Федорович. Поэтому приглашаем, пожалуйста, принять участие в вебинаре, обращайтесь также по телефону кафедры или на электронную почту. Так, мы у нас много сообщений в чате, давайте мы их посмотрим сейчас. Спасибо, когда будет следующая конференция. Давайте я расскажу. Все, спасибо большое, дорогие коллеги, и до новых встреч. Спасибо. До свидания. Обязательно включнем. Рассылка будет. Пожалуйста, к нам на стажировку. Ждем. Спасибо. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...